Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал FreshLife28, и сегодня отчетный ролик о моей сушке. Прошло 6 недель, поехали! Итак, для тех, кто на канале впервые, я напоминаю о том, что плейлист «Моя сушка» — это ответ моим подписчикам, которые попросили меня просушиться реалтайм, да, то есть рассказать непосредственно, как же сушусь я, как я это делаю реалтайм, от недели к неделе с какими-то такими моментами. Поэтому все, что касается моей сушки, касается лично меня, это вовсе не является директивой для того, чтобы вы тут же это начали повторять, да, ну вот, но это было лирическое отступление. Ну, а сегодня давайте-ка продолжим. Итак, что касается 6 недель, закончились они вот с таким результатом, ну вот, меня все абсолютно устраивает, все идет стабильно, никаких обвалов веса, даже не очень я могу сказать, что ушли рабочие веса. Ну вот, поэтому сейчас идет такой вот достаточно скучный и грустный период, когда все о чем-то сидишь на дефиците колоража, тупишь слегка так, ну вот, и для того, чтобы была возможность на низкоуглеводном питании, сейчас у меня где-то около 30-40 грамм углеводов в день всего лишь, да, вот сушусь я на таких вот циферках, иначе я не сушусь вообще никак. Итак, для того, чтобы мне было полегче шевелиться, я в прошлый раз добавил жиросжигатель уже недели две, когда, ну вот, и, соответственно, сегодня я вам немножко расскажу по поводу того, что у меня за жиросжигатель, какие можно использовать, почему я рекомендую использовать, допустим, какие бы я использовал для себя, вот, и расскажу, что будет у меня в связи с этим на следующей неделе. Итак, поехали. Значит, что касается моего жиросжигателя, ему уже года три, это вот этот вот хай-тек фарма-сьютиклс контора, да, гидроксилит, сейчас его уже не производят, вот, тут было 90 капсул, он у меня переживает уже третью сушку, мне его хватает реально надолго, потому что использую только практически в тренировочные дни для того, чтобы иметь возможность, скажем так, шевелиться хотя бы как-нибудь на таком вот безуглеводе, на таком дефиците колоража, который у меня находится, да, потому что это достаточно тяжело в моем возрасте, учитывая, в общем-то, учитывая там работу, бизнес, детей, там, семью и так далее, так далее, так далее. Значит, что сейчас я бы порекомендовал, да, поскольку вот этот гидроксилит, и, по-моему, его уже сняли с производства, насколько я помню, значит, я бы порекомендовал обратить внимание из всего-всего списка, наверное, вот на липо-дрен, вот это номер один, наверное, все-таки, все той же самой хай-тек фарма-сьютиклс, и, наверное, на липо-6 в меньшей степени, но липо-6 достаточно популярная штука. Значит, почему? Во-первых, как я уже сказал, что вот в этом ролике обязательно его посмотрите, пожалуйста. Ничего, вот, добавить я к нему не хочу нового, по сути дела, ничего не поменялось, да. Все вот эти жиросжигатели, которые продаются в той или иной форме, в которых есть суперзапатентованная обер-пупер-меба какая-то формула с непонятно какими-то камбоджийскими там какашками или еще с чем-то, да, они, в принципе, предназначены для одного. Для того, чтобы пнуть вашу симпатическую нервную систему, то есть симпатическое дело вегетативной нервной системы, ну вот, для того, чтобы, собственно говоря, различного рода катахоламины, которые отличаются за липолиз, повысились в своей концентрации. Все, больше ничего. Ну вот. Для меня же в большей степени, в большей степени вот эти вот все жиросжигатели, которые я использую только на сушке, да, они используются в качестве предтреника такого своеобразного. Значит, предтренировочный комплекс это немножко другое. Как правило, он не бывает без сахаров, без сладких, что на сушке нельзя делать. Ну вот. Но чтобы иметь возможность психически как бы там оттренироваться нормально вот этот час, может быть, даже полтора часа, учитывая кардио, которое я не пропускаю, интервальное, вообще жесть. Ну вот. Я принимаю вот этот, значит, гидроксилит. Ну вот, соответственно, либо я бы сейчас себе купил, когда он у меня закончится, я, вернее, куплю, скорее всего, липодрен, той же самой High-Tech Pharmaceuticals, да. Ну вот. Липо-6. Почему я советую? Потому что очень популярный жиросжигатель, хотя мне жутко не нравится, что у них написано. Капсула суперконцентрированного вещества. У нас все запатентовано, и там секретно. Ну типа вот вы сожрете, и все будет хорошо. Черт из два. Я как-то пробовал в свое время этот жиросжигатель, и он не воткнул никак. Ну кому-то из моих друзей, самое интересное, он нравится и подходит, да. То есть поэтому я не могу про него вам не рассказать, да. Но я, скорее всего, возьму себе вот этот липодрен, как только у меня закончится вот эта баночка окончательно. Значит, это что касается непосредственно для чего я этого использую, да. То есть я в меньшей степени рассчитываю на то, что у меня повысится концентрация катахоламинов. Скорее всего, он повысится, но не так значительно. В большей степени я его использую для того, чтобы просто немножко подстегнуть свою центральную нервную систему, чтобы у меня были силы психические тренироваться, да. Значит, однако, как я уже говорил в ролике про протренировочные комплексы. Если вы используете стимуляторы и притреники, то есть я в этом плане на своей сушке не исключение, если вы используете стимуляторы и притреники, это вы берете у своего организма, у своей центральной нервной системы, у своей психики в долг. И, соответственно, восстанавливаться вам тоже нужно с чего-то. То есть смысл оттренироваться и после этого три дня лежать там в коматозе, отходить от всего этого. Значит, и для того, чтобы иметь возможность полноценно жить и тренироваться, да, для того, чтобы улучшить свое восстановление, восстановление центральной нервной системы, восстановление передачи нервных импульсов, соответственно, нужны различного рода добавки для того, чтобы настроить вот эту вот систему нейромедиаторов в голове, которая за все это дело отвечает. И поэтому я начал, и обязательно буду это делать со следующей недели, но вот уже заранее принимать вот эти вот два препарата для того, чтобы на фоне дефицита колоража, раз уж я беру в долг у своей центральной нервной системы чего-то, значит, я должен эти долги восполнять. Что это такое? Габа – это достаточно известный препарат, да, гамма-амино-масляная кислота. Ну, вот это как раз можете прочитать про нее, значит, ссылочку вам оставлю в описании. И ДМАЕ, да, диметиламиноэтанол. Это тоже не, как это, модулятор нейротрансмиттеров. Ну, вот различный, который используется, в принципе, даже у детей, которые болеют аутизмом и так далее, то есть достаточно известная такая, известная добавка на обе добавки науфудсу, либо добавки растительного происхождения, значит, я их начал принимать. Таким образом, я, в общем-то, более-менее нормально стал восстанавливаться, несмотря на то, что я, в общем-то, подстегиваю свою центральную нервную систему, ну, при помощи различного рода вот такого жиросжигателя. Значит, со следующей недели, со следующей недели, я так чувствую, у меня потихонечку уже начинает замедляться, ну, вот, мой обмен веществ, я буду добавлять жиросжигатель, который я купил в аптеке. Ну, вот, это конкретно кленбутерол обязательно в связке с гидрохлоридом юхимбина, да. Значит, про это будет отдельный ролик, хотя я очень и очень долго уходил от ответа по поводу фармакологических жиросжигателей по одной простой причине, потому что народ у нас склонен к исповедованию каргокульта, к сожалению, то есть, стоит показать, он тут же начнет пытаться это повторить, а, в общем-то, такая штуковина, как кленбутерол плюс гидрохлорид юхимбина, ну, вот, несмотря на свою эффективность, достаточно серьезная штуковина. Если вы не подготовлены, то, в общем-то, вас он может там хорошо и цепануть, особенно если этот человек. Но, поскольку моему каналу уже больше двух лет, и я понимаю, что среди моей аудитории есть уже люди, которые давно этим занимаются, они подготовлены, не имеют права знать про это, будут искать эту информацию, лучше же, наверное, я расскажу вам про кленбутерол, гидрохлорида юхимбин, чтобы вы не слушали, ну, как бы я не видел, как бы, на благосфере, не очень, честно говоря, слежу за блогерами, которые у нас про это все рассказывают, просто потому что у меня нет необходимости в этом, да. Ну, вот, но я слышал вообще страшные вещи, которые меня спрашивали в личке, да, о том, что оправдали, что вот даже те, кто вот сидят на химии, после курса можно удержать там, потому что вот есть исследования о том, что кленбутерол, ну, вот, он имеет анаболический эффект. Ребята, это чушь страшная, ужасная, то есть, вот, если вы будете слушать подобные, ну, вот, изыскания различного блогеров, да, которые обильно сопровождаются ссылками с Папмеда и так далее, к сожалению, теории и практики вещи разные, ничего хорошего у вас не получится. Ну, вот, поэтому я все-таки, наверное, сделаю ролик про кленбутерол, с теоретической, с практической частью, ну, и в конце этого ролика я вам сделаю скриншот, вот, скринкаст, вернее, я покажу, как это покупается совершенно официально в аптеке, да, потому что это не является каким-то запрещенным препаратом, все, что у нас можно купить в аптеке и заказать в аптеке, я считаю, что это все вполне легально, тем более, что это жиросжигатель, это вещь неастероидная, вот, и работает она соответствующим образом с рецепторами, да, один, благо, селективный ингибитор, второй, значит, наоборот, агонист рецепторов. Но об этом будет уже на следующей неделе, так что ждите по поводу кленбутерола и их химбина, как самая эффективная связка, на самом деле, с минимумом побочных эффектов, вот, будет конкретно отдельный ролик, ну, и, соответственно, я вам расскажу, как я его буду принимать и почему я его буду принимать только на последних двух неделях, ну, вот. А на сегодня, пожалуй, это все. Вот, в общем-то, вкратце отчет по поводу того, прошли шесть недель сушки, я думаю, что буду сушиться еще минимум две недели, а может еще четыре, потому что сушка у меня, несмотря ни на что, видимо, из-за сущей хорошей погоды, она проходит достаточно легко, и если я почувствую, что мне достаточно комфортно сушиться и дальше, я, может быть, просушусь еще недель десять вместо восьми, которые я планировал. Потому что пока что я не сыплюсь, как ни странно, то есть, ну, я, правда, никуда не гоню, шашкой не махаю, ну, и, соответственно, вес у меня уходит достаточно ровненько, аккуратненько, в общем, меня все устраивает. Подписывайтесь, друзья мои, на канал, напоминаю, с вами был Базилио, канал Фрешлайф28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все, всем пока-пока.